сейчас покажу вот так вот у нас пока а так ремонтники молодцы ну доделали практически все красота лепота так ремонт тут немножко осталось прямо совсем ну как вам и до конца сделали еще здесь почтовые ящички и батарейку так вот ну все так убрали вроде подмели только полы не помыли здесь немножечко не доделали вместе с вами выхожу на улицу смотрите какая у нас погода все растаяло все все растаяло в общем так мои любимые уважаемые зрители моего канала если бы не вы я наверное бы сидела еще долго наверное до следующего года бы сидела дома потому что вы меня вы меня понимаете меня вдохновляете не болеть вы знаете как дома иметь собаку которые тебя хочешь не хочешь ты должна с ней идти погулять а вот у меня вот такие ассоциации что я не могу я не могу как говорится лежать болеть я уже там маленький ролик поставила я на самом деле я два дня никакая с этим пальчиком то что вот у меня вы все-таки удалили ноготь вообще олечка я уже на улице спасибо тебе большое она сейчас меня на это же будет смотреть попозже конечно сегодня не до моего канала все вот я хотел сказать но как же я как же я не могу не выйти не показать немножко себя последние дни в этом году и не сказать вам добрых слов перед новым годом я конечно еще и много скажу но все равно прямо это воздух вздохнула дома вообще дышать нечем такой спертый запах и поэтому я вышла пальчик у меня немножко вот сейчас я могу показать поле пришла утром не все сделала операционные перевязочные работы а если вы видели что я утром пережила это просто не дай бог это вообще такая боль как будто у меня у меня видно прилип после того как ноготь сняли мне прилипла марля и мне оля каким она образом это все все-таки сняла это так ну все я вышла знаете куда я вышла все-таки я много не могу готовить но я решила это сделать то что мама делать не будет наверное ей не до чего на там другие блюда готовит блюда вот поэтому такая у нас погода асфальт я куртку даже переодела потому что очень тепло очень тепло плюс наверно 5 вот поэтому и знаете солнышко не так пасмурно так как-то знаете тоскливо ну прямо-то не чувствуется нового года а у вас какая погода вы смотрите лужи стоят просто ну плюс 5 представляете погода вот вот все растаяло я знаете куда иду я иду я каждый год же торты пику на новый год а в этом году ну какой из меня повар я решила сейчас сделать обычный собрать тортик без выпечки ну вы знаете много роликов интернет сходят а я тоже так делаю я иду через парк ой 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 тут прям целый каток а раньше у нас заливали каток здесь вот здесь вот где-то в каком-то месте вот это вот это новый год плюс 5 а но правильно говорят что уже это все поменялось надо создавать такую знаете атмосферу все-таки благоприятную даже если тебе тяжело вот правда и я вот знаете вот я лежала лежала думаю так и долго ты будешь лариса неславно лежать вот на этом месте у нас был каток вот вот где лавочки вон стоят каток был вообще но у нас нет ни души все все готовят в диспарк у нас я просто правда у меня такой немножко у меня недомогание потому что я наверное таблеток много принимаю разных и антибиотик и это у меня должна это слабость какая-то но я себя взяла в руки думаю ну тает 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 на губах так вот я подхожу к нашему сейчас я прям немножко покажу уголок наших замечательных сказочных персонажей вот сидит а вот лиса патрикевна вот такая красотка да вот поэтому он там ребята что-то они там подрабатывают что как-то чет несут и думе в моей музыкальной школы которую я закончила училась тут я восемь лет у меня тоже там видео есть на канале и потом я даже немножко тут поработала иду куплю печенье сделаю вот такой тортик небольшой ёлочки они такие маленькие были вот эти вот их когда посадили около школы выросли уже поэтому так не грустим и сами себе поднимаем настроение вот мини лесок в парке так красиво скажу два слова про маму я без шарфа вышла и вы представляете парадокс и есть парадокс мама даже не знает что я ноготь сняла представляете живем в одной квартире ну то есть понимаете она что там ведь мы с ней до сих пор не разговариваем мы с ней не общаемся почему можете посмотреть немножко там мои видео вот и вам понять немножко будет ну такой человек характеры у нас с ней не совпадают вот и поэтому у или иду и поэтому она сама по себе около столба остановилась тоже я еле иду тут уже что творится вот смотрите каток какой там каток вот мне куда предстоит идти а там каток и поэтому вы понимаете это бесполезно сейчас мне напишут перед новым годом лариса но ты как-то на и помирись вам а я и не ругался понимаете вот я просто немножко два слова сказал про маму а сидеть придется за общим столом я надеюсь вот мама сама по себе занавески вешает убирается в комнате а я лежу в грязной комнате ничего не делаю даже не могу не важно себя чувствую да я вот сейчас улыбаюсь все я просто себя в руки взяла я прям совсем расклеилась вот сейчас вышли только губы накрасила немножко а так вообще меня состояние не очень заветки держусь вот такие дела дорогие мои поэтому какие у меня блюда блюда будут на новый год это тортик я сейчас это ну соберу немножко муж завтра даже сделаю и салат сугроб мне сынок заказал слышно да салат сугроб называется салатик я его прошлом году делала и сыну очень понравилось можете набрать его в интернете там полно рецепт но так он оригинальный просто как сугробы там яички выкладываются сверху фаршированные да вот это я дорогу выбрала вот поэтому дом такая обстановка ну сына все нормально я про него теперь не рассказываю ничего все хорошо занимается своими делами а вот каждый занимается своим делом как у вас настроение вообще еще раз спрашиваю мне прям интересно что вы готовите посмотрите капель вода льется я все опять простой палец но я прям еще два слова скажу знаете вот правда я и тут не просто так это мне вот урок на всю жизнь я никогда не знала что такое заусенец это оказывается так серьезно и я на самом деле его сама сделала я его туда-сюда мне как палочка такая торчала в ногте ну видно отрастает кожа и я его это дергала туда-сюда но не отрезала оторвала вы представляете микробы попали туда в этот раз не опять врач обкалывал весь палец и прям целая операция была все больше не пропали тему не продолжаю вот но это как бы я вам два слова вот сказали чтобы чтобы вы были поосторожны все-таки заусенцами все это мне урок на всю жизнь не дай бог вообще такой испытать ужас я иду в тот магазинчик а здесь вот вот а здесь пекарни прям все пекут балаковский фирменный магазин все тут все местного производства вот здравствуйте так а что нельзя вышла с магазина а девушка как увидел камеру что я там хотел печенье вам показать нашего балаковского комбината она прям это я вам почему нельзя снимать можно же я наоборот хотела похвалиться говорю что у нас такой комбинат вот по выпечке печеньев пряников она так постеснялся я камеру брала хотел вам показать правда так дорогие мои в общем я сейчас все купила я сейчас и купила на торт очень кому интересно можете посмотреть как я его буду делать это такая вкуснятина правда без всяких заморочек я понимаю когда выпекаешь лучше но такой же вкусный получается слоями я купила два вида печеньев черные белые и зефир и еще банана мне надо купить я буду делать заварной крем и это все смазывать и сверху в общем вкуснятина и красота будет необыкновенной вот на что я способна с моим пальцем и на этом все вот и сделаю салат сугробы в другую руку взяла телефон не знаю куда смотреть вот мне интересно а что же вы мои хорошие делаете на стол но мне кажется уже ничего нового придумать нельзя уже все придумано в интернете просто что только нету были бы деньги я конечно люблю салаты с красной рыбой очень люблю соленый конечно прям вообще я могу есть и есть а мы едим ее очень редко хотя я живу на волге так вот вот сейчас мне банан еще купить молока сделать заварной крем и все буду делать и обязательно выложу потом посмотрите вкуснятина может кто успеет повторяйте за мной также делайте ой в интернете полно всяких рецептов вот тепло и обратите внимание ни одного человека нет ни одного все готовятся на суббота завтра еще воскресенье как хорошо как хорошо что мы хоть это самое не как каждый год бежим бежим ничего не успеваем правда так я вынуждена дайте до лавочки было ой мне рука устала вот первая перевязка сегодня была опять я пропались все вот такая у нас погода вот такая у нас ну немножко пасмурная погода нормальная елочки как в лесу стоят красотки у нас очень вообще у нас очень ухоженный парк у нас работает столько тут ну вообще у нас считается шикарно можете посмотреть в интернете набрать город балаково детский парк как хорошо жить без боли какое-то счастье какое счастье когда ничего не болит какая березка красивая стоит березка русская так у меня конечно такое желание покраситься но у меня нет возможности нет я на не смогу мне бы голову как мисс помыть хотел закрутиться прическу сделать нет я я наверно только ну женщина меня понимает я хотел просто корни покрасить вот я что хочу сказать все это приходится со временем ценить надо все что у тебя есть тебя окружает и людей и все все так ну что спасибо вам огромное за поддержку огромное огромное эти дни я буду с вами каждый день я хочу немножко канал свой приподнять потому что он понимаете вот когда стоит только один день не работать на канале я считаю это работа все у меня все падает падает что ну кто блогера не понимают падает твой контент ты как же называется не сетяра как бы он в общем все шкала у меня сразу вниз идет и все что я нарабатывала у нас там этапы и все мне надо быть обязательно вместе с вами чтобы вы меня поддерживали чтобы я набрала как видно женщины сегодня поздравила у нее канал такой интересный тоже я вам потом скажу что-то не помню она мне пообещать пожелала лариса пусть у тебя в новом году канал твой приносит прибыль нет спасибо большое но чтобы мне приносил прибыль вы знаете сколько надо там три этап пройти а самый главный этап который наверное несколько лет его надо достигать это 10 миллионов коротких видео шортс представляете вот мы и прыгаем прыгаем я уж говорила вам на эту тему с вами этот год у меня был неплохой очень неплохой потому что у меня и сын выпустился закончил школы и поступил и покупки мы сделали которых о которых я может даже мечтала вот и все хорошо самое главное чтобы мы были все здоровы и самое главное чтобы было чистое небо вы согласны со мной небо чистые птички вокруг пели чтобы мы ни о чем не переживали спокойно жили ходили на работу общались любили да ой разговорилась пошла и дальше